МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Петропавловске, по данным спасателей, пламя объяло деревянное строение, расположенное внутри соснового леса. Все силы огнеборцев были направлены на локализацию пожара, так как он мог перейти на лесной массив и ближайшие строения. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось больше трёх часов. Причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет. Здание было построено на территории хозяйственного управления Акимата области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предмет похож на ручку с отверстием, как на стволе. Огнестрельную ручку изъяли полицейские в Усть-Каменогорске в ходе оперативно-профилактического мероприятия правопорядок. Металлический огнестрельный предмет нашли во время обыска квартиры 34-летнего подозреваемого. По заключению эксперта-криминалиста, изъятый предмет является краткоствольным огнестрельным оружием, способен производить выстрелы и замаскирован под ручку. Переделан из приспособления для отстрела сигнальных ракет. Незаконное оружие хранилось в разъёме между стенами кладовой комнаты. Вместе с необычным оружием сотрудники полиции изъяли газовый пистолет и два ножа. По данному факту полицейским начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть незаконное хранение огнестрельного оружия. В Атерау задержан мужчина, занимавшийся вымогательством. На след подозреваемого вышли сотрудники управления по борьбе с экстремизмом в ходе оперативного розыска. В правоохранительные органы обратился потерпевший, у которого вымогатель сначала потребовал 80 тысяч тенге, через три дня ещё 70 тысяч тенге. В общей сложности мужчина передал злоумышленнику 150 тысяч тенге. Подозреваемым в вымогательстве оказался 30-летний житель Атерау. Он водворён в изолятор временного содержания по 128 статье Уголовно-процессуального кодекса. Это проводится досудебное расследование. В Уральске женщина родила в такси. Вместе с медиками скорой помощь роженицы оказал прохожий, который по счастливой случайности является акушер-гинекологом. Неравнодушный доктор принял роды и перерезал пуповину. Мама и новорождённый мальчик чувствуют себя хорошо. Оба доставлены в областной перинатальный центр. Лошадь из полутораметровой траншеи вызвалили спасатели восточно-казахстанской области. Животное провалилось, оказалось на спине и еле дышало. Спасатели приняли решение расширить траншею. Позже с помощью альпинистской верёвки кобылу поставили на ноги и вытащили на поверхность. На спасение животного ушло около получаса. Редактор субтитров А.Семкин